Привет! Сегодня поговорим с вами о ноже от компании Уильям Генри. Компания Уильям Генри это уникальная компания, которую создали два друга. Это Майкл Генри и Мэтью Коннабл. Они основали компанию в 97 году и очень и очень прославились, так скажем, потому что посвятили любимой работе всю свою жизнь, это настоящие мастера, настоящие профессионалы своего дела. Они на протяжении многих лет занимаются разработкой и созданием именно коллекционных ножей, ножей уникальных, ножей интересных, ножей прежде всего имиджевых и статусных. Безусловно, они завоевывают различные высокие профессиональные награды на авторитетных мировых выставках и тому подобное. В настоящий момент на компании Уильям Генри трудятся два десятка высококвалифицированных специалистов и практически каждая новинка в центре внимания на момент выхода оценивается очень высоко коллекционерами во всех странах мира. Дизайн изысканный, искусственный. Некоторые элементы очень точны, настолько точны, что точность их подгонки составляет меньше толщины волоса человека в 12 раз, как заявляет производитель, безусловно, они используют очень дорогие материалы. Прежде всего, используются уникальные материалы для рукояти, безусловно, это основная коллекционная, так скажем, отличительная черта. Рукояти бывают инхрустированы различными драгоценными камнями, речащими природными материалами. На данном ноже относительно простая, так скажем, рукоять, это кость жирафа и относительно простая сталь S30V, потому что ножу порядка 10 уже лет, владелец точно не помнит год приобретения данного ножа. Вот, но в любом случае, сейчас, как правило, используется сталь ZDP 189 на клиночках, и ножи как тех лет, так и новые производства от компании William Henry заслуживают, так скажем, особого отношения. Это в любом случае статусные, это в любом случае очень интересные и серьезные ножи. В общем-то, каждый нож стоит немаленьких денег, но каждый нож уникален, каждый нож находится в производстве более 7 месяцев. На изготовление ножа, как правило, уходит порядка 800 отдельных технологических операций, и, безусловно, это не может, так скажем, стоить дешево. Это, в принципе, ножи из числа, ну, трудно сказать, кто из них, кто из ножевых производств является, так скажем, самым-самым-самым номер один, но William Henry входит в число, как минимум, лучших ножевых производств в мире. Отличается, наверное, самым таким вот уникальным, интересным дизайном среди всех ножей, которые вы можете приобрести, но не то чтобы серийно выпускаемых, а так вот ограниченно выпускаемых, то у компании William Henry, ну, на мой взгляд, субъективные, самые интересные дизайнерские решения и, в общем-то, столь же высочайшие материалы, как у конкурентов, например, компании там Rockstead, которые я считаю так или иначе конкурентом. Кстати говоря, с компанией Reset.ru мы договаривались о том, что, может быть, будет такая, если возможность, то предоставят на обзор нож от компании Rockstead, также, может быть, которому там несколько лет, и современный нож, может быть, получится вам показать, сравнить, насколько раньше была трава зеленее или же нет. В общем-то, очень высочайшее качество, очень высочайший дизайн, отсутствие каких-то видимых швов на ножах, то есть, ну, просто такие вот технологии, уже близкие к аэрокосмическим технологиям, которые применяются в создании данных ножей. Безусловно, ножи коллекционные, изготовлены очень тщательно, очень мастерски. У них, с одной стороны, есть функциональность, потому что, например, данным ножом владелец, ну, не, так скажем, не восхищался там на полке, а он им работал, он им работал полноценно, то есть, он его использовал активно на рыбалке, он им активно резал леску, поэтому нож пришел ко мне в состоянии такой вот пилы буквально на режущей кромке. Он им открывал там устрец, например, этим тоненьким кончиком, и ничего, в принципе, с ним не случилось. Он, соответственно, использовал его для разделки там рыбы и так далее, и так далее. То есть, нож действительно использовался, использовался очень активно, в принципе, поэтому, может быть, даже и хорошо, что модель тут не супер такая коллекционная сама по себе, и, ну, так скажем, попроще некоторых других моделей от компании Вильяма Генри. Однако, несмотря на то, что нож порядка 10 лет использовался активно, несмотря на это, у ножа сохранилось все, в принципе, в неплохом состоянии, то есть, какие-то мелкие царапки на бойстерах, осевой здесь я подрегулировал, то есть, у ножа был прекрасный ход клинка, но замок заходил до самого конца сюда, пятый, и клин был не по центру. Я, значит, соответственно, разобрал этот нож, немножечко прочистил его, соответственно, потом подтянул осевой, подтянул все эти винты, и немножечко все стало, в принципе, на свои места, все выровнялось, так скажем. Здесь есть отверстие вот такое, ну, не отверстие, а скорее такой вот штифт для того, чтобы продеть темляк при необходимости на данный нож, хотя я бы не сказал, что чувствую необходимость в этом. Касательная эргономика, несмотря на то, что очень компактный нож, он очень удобно лежит в руке, никаких абсолютно проблем с его удержанием нет. В процессе заточки данного ножа я обнаружил, что сталь достаточно высокой твердости, но это было, в принципе, предсказуемо по поводу того, насколько сильно была выкрашена режущая кромка. Но выкрашена она была не только из-за того, что тут сталь с высокой твердостью, а еще и потому, что нож экстремально тонко сведен. Даже сейчас, после моей здесь заточки под 30 градусов, я проточил данный нож. Несмотря на это, у ножа сведение на данный момент 0,1 миллиметра. То есть, экстремально тонкое сведение, я не могу себе представить. Наверное, ну, так же было 0,1, как бы не вообще в ноль было выполнено сведение ножа, когда он был изначально новым, когда он пришел с завода, потому что сейчас, я уверен, что за 10 лет его точили уже не один раз, и, безусловно, сведение должно было бы стать больше, нежели было изначальным. Ножи от компании Вильям Генри, так как являются такими джентльменскими ножами и прежде всего статусными, эти ножи отличают легкий вес. У данного клинка вес 64 грамма получается у данного клинка. Ну, то есть, это очень легкий вес сам по себе, нож компактный. Давайте посмотрим его габариты. Общая длина данного ножа 179 миллиметров. Длина клинка 80... нет, 70... 76 миллиметров. И длина режущей кромки где-то в районе 72 миллиметров. Но если сравнить со спайдеркой Андурой по размерам, то мы, безусловно, видим, что нож очень компактный во всех абсолютно плоскостях, так скажем, по рукояти в том числе. Все очень такое компактное, очень легкое. Но, безусловно, такому ножу, в принципе, большего и не нужно. Ножи спроектированы, изготовлены очень тщательно. И прежде всего, это именно имидж. Это нож, который заставляет восторгаться обывателей, который заставляет приобретать его в коллекцию. Ну, конкретно, даже, может быть, не данная модель ножа, а, в принципе, в общем и целом, ножи от компании William Henry. И, на мой взгляд, они представляют из себя наиболее интересные дизайнерские ножи, нежели, наверное, ну, все абсолютно конкуренты, так скажем, которых можно себе только вообразить. Я бы не сказал, что у компании William Henry вообще есть какие-то серьезные конкуренты, ну, наверное, в принципе, в мире. Очень тяжело таких вспомнить и, соответственно, сопоставить. Прежде всего, имидж, прежде всего статус, прежде всего коллекционная ценность. И не нужно говорить, что тут высокая цена, а там нож за тысячу рублей лучше. Дело в том, что есть картина за тысячу рублей, есть картина за миллион долларов. И, ну, дешевле, чем за миллион долларов, вам никто ту картину не продаст, потому что знаменитый художник, коллекционная ценность, уникальность в своем роде, так скажем. Примерно то же самое с ножами от компании William Henry. Они, конечно же, стоят не миллион долларов, но они стоят дороже, и стоят дороже не просто так. Это высокое качество материалов, высокое качество сборки и подгонки. И это уникальность с точки зрения дизайна, определенная узнаваемость. Это, прежде всего, статус владельца данного ножа. Большое спасибо компании Резотюру за то, что предоставили такой нож на обзор. Это, конечно же, один из личных ножей, которые не продаются, которые именно используются, эксплуатируются активно. И, безусловно, мне было очень приятно, что такой нож попал ко мне в руки. Большое спасибо. Надеюсь, подписчикам тоже было очень интересно. Лично меня поразил, впечатлил этот нож. И, несмотря на то, что даже когда он был в, так скажем, более плохом состоянии, нежели сейчас я его привел, несмотря на это, у него был прекрасный ход. Несмотря на то, что, кстати говоря, некоторые высказываются, что второпластовые шайбы якобы очень-очень плохо и так далее. Ну, вот можно уже видеть фокус. Второпластовая шайба, с одной стороны, большая, с другой стороны, маленькая. Несмотря на второпластовые шайбы, нож прекрасно имел ход, практически отсутствовал люфт клинка. Сейчас люфт клинка полностью отсутствует. И также прекрасный ход. И, вы знаете, по субъективным таким тактильным ощущениям чувствуется, что нож все-таки дорогой. И его буквально вот такие тактильные ощущения, в частности, плавность хода вот чем-то цепляют. Нож действительно очень и очень приятный вот в этом вопросе. Чувствуется его, даже не знаю, как это описать. То есть, то, что нож дорогой, вот это как-то ощущается. Не уверен, что это передать на камере, но впечатление такое есть. Спасибо подписчикам за то, что смотрят мой канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok